Приветствую всех любителей рыбалки, меня зовут Владимир, вы на канале LifeFishing. В данном видео речь пойдет о катушке CastKing модель Sharky 3. В этом ролике я расскажу о технических характеристиках катушки. Далее я разберу ее, мы посмотрим внутренние узлы, посмотрим на подшипники, также увидим наличие смазки. В конце же ролика я намотаю на нее плетенку, и мы увидим укладку. Эта катушка обновленная версия, в чем отличие от старой, я также вам расскажу. Если вы регулярно покупаете на Алиэкспресс, то думаю неоднократно видели товары этого производителя. У него достаточно популярная модель катушек, у меня в пользу не первый год две катушки от CastKing. Это Мака 3500 и младшая модель Sharky 2. Катушки стояли у меня на фидере, с вами кормушек 60-80 грамм. На данный момент катушки ни разу не обслуживались и исправно работают. У катушки Sharky 3 около 5000 заказов на данный момент, рейтинг 4,9. То есть покупатели, судя по рейтингу и по отзывам, ею довольны. Заказана она была со страницы официального магазина CastKing. Ссылку на страницу я же значу в описании к ролику. Доставлялась катушка с российского склада, доставка до меня в Липск область заняла 3 дня. Привез до двери дома курьер. Дополнительно доставка не оплачивается, а входит в стоимость товара. Упаковка у катушки выглядит явно не на свои деньги. Не ожидаю за такую сумму получить катушку в такой красивой, на мой взгляд, коробке. Да и сама катушка выглядит симпатично. Понимаю, что все это на работу катушки не влияет, но все же внешний вид снастей для кого-то играет тоже важную роль. Теперь переходим к техническим характеристикам катушки. В катушке установлено 10 шариковых и 1 роликовый подшипник. Шариковые подшипники, все закрытого типа. В 4000 размере вес катушки менее 300 грамм и составляет 289 грамм. Передаточное число 5,2 к 1. Максимальная нагрузка на фрикцион 18 килограмм. В фрикционе установлено 3 карбоновых диска. Таблицы с другими размерами вы сейчас видите на своих экранах. Корпус катушки выполнен с защитой от попадания воды. В воду, конечно же, катушку я кидать не буду, но вот защита эта очень пригодится при поездке на Ахтубу. В прошлом году за недельный отдых на этой реке сломались две катушки от попадания в них песка. В первых два дня дул сильный ветер с песком, и как результат сломался переключатель бейтранера на одной из карбовых катушек, и появился неприятный звук в новой спиннинговой катушке. Звук явно говорит о том, что в нее попали песчинки. Катушкам этим, конечно же, сделаю ТО, и неисправенность, я думаю, уберу. Возможно, сниму об этом ролик. Кстати, катушка Sharky 2, который ловил, там же на фидер не пострадала. В этой катушке так же, как и в этой, выполнена защита корпуса. Ручка изготовлена из алюминия, вкручивается напрямую в сам вал, исключая вероятность лифта в этом узле. Кнопка изготовлена из жесткого эва. В кнопке, кстати, тоже находятся два подшипа. Пуля алюминиевая, на ней находится круглая клипса. На катушке Sharky 2 установлена пластиковая, от которой многие писали, что срезает плетенку. У меня такого ни разу не было, но все-таки этот момент в этой катушке уже исправлен. Далее приступаем к разборке катушки. Клипсы на катушке круглые и с обратной стороны подпружинены. В самой шпуле мы видим уже установлены два подшипника. Вот в этом месте. Вот так выглядит подшпульный механизм. Смазка на этих подшипниках тоже присутствует. Также видно смазку и в этом узле. Механизм у этой катушки, конечно же, намного сложнее, чем у простеньких моделей. Там, в той же Sharky 2. Один подшпульный механизм. Вот со скольки деталей состоит. Так что, если до этого катушки, разборкой катушкой вы не занимались, лучше в эту катушку не лезть, чтобы потом лишнее запчастение осталось. В гайке, которая держит ротор катушки, установлен подшипник. Ручку понятно, что можно поставить как на левую, так и на правую сторону. С обратной стороны отверстие закрывается вот такой пластиковой заглушкой. Здесь мы тоже видим подшипник. Также все отлично смазано. Вот так выполнен переключатель механизма. Стопор обратного хода. Подшипник установленный слева в крышке на ведущей шестерне, на валу ведущей шестерни. Тоже закрытый, смазка присутствует. Вот такая крупная ведущая шестеренка. Смазка тоже в наличии. Так, ну что сказать. Смазка присутствует в катушке. Количество ее достаточное. Как мы видим, смазка уже выгнала с зубьев. Так что ее стоит, наверное, туда вернуть. Так, теперь подошли к тому, чем же отличается новая версия катушки от старой. Так как катушка брендов вообще рассчитана на весь мир. Покупателей в США есть. В основном там рыбачит на море. Вода соленая, поэтому катушки рассчитаны не только на пресную, но и на соленую воду. Поэтому защита корпуса. Корпус-то защитить мы можем. Сам корпус шестеренки. А вот ролик лесоукладывателя сложный. Первая версия шарки 3. В ролике лесоукладывателя будет установлен закрытый подшипник. Ну и как я понял, из-за плохих отзывов рыбаков, которые рыбачат именно на море, подшипник в этом узле от соленой воды окислялся. И в новой версии они уже решили в этот узел поставить место подшипника втулочку. Я бы не сказал, что втулку в лесоукладывателе это прям очень плохо. Главное, чтобы все выполнено было качественно. Некоторые, я читал в комментариях, втулку эту сразу же меняют на подшипник. Я же этого делать не буду. Оставлю все как есть. Как я сказал, кормушки 60-80 грамм. Рыбалки у меня частые. Так что в конце сезона посмотрим, что будет вообще с этой катушкой. Ну и в частности с этим узлом. Кстати, если вы смотрите этот ролик уже под конец сезона, пишите в комментариях, задавайте вопросы. Что на тот момент будет с катушкой, все расскажу, отвечу. Вот так вот выглядит втулочка пластиковая. С этой стороны вот такая шайбочка тоже из пластика. Смазка в этом узле тоже присутствует. Вот так выглядят карбоновые диски в фрикционном механизме. Так, ну что сказать, друзья. Выполнен очень качественно. Внутренние узлы, все прям подшипники закрытые, смазка присутствует. Ну, вы сами все видели на камеру. Интересно, конечно же, когда она себя проявит вот на фидере. Сезона 2, я думаю, точно она протянет. Так что в покупке я точно эту катушку могу рекомендовать. Отличный ход, ну и сам внешний вид. Как оказалось, не только коробка красивая и катушка, но и внутри все отлично, качественно выполнено. У кого появится желание поменять подшипник, размер его 4х7х2,5, комплект из 5 подшипников будет стоить 140 рублей. Ссылку на эти подшипники я также оставлю в описании. Далее, в конце ролика вы увидите намотку плетенки, но я буду с вами прощаться. Если появились какие-то вопросы по катушке, то пишите их в комментариях. Все комментарии я читаю. Стараюсь быстро отвечать на них. На этом все. Всем пока и до новых встреч на новых рыбалках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова